всем привет выбралась на видео снять у нас тут неделю день отсутствовал был в командировке а мы жориком были на хозяйстве но дело в том что я может уже говорила когда-то что всегда вот никогда еще такого не вашу все было гладенько всегда что-то происходит когда день уезжает командировку все что работало перестает работать кто-то обязательно заболевает что-то происходит с собаками в прошлый раз я ричарда возила к доктору позапрошлый раз у нас свет вырубила был дать что штор шторма были свет вырубила и пищал этот детектор на потолке этот как какого дыма или чего там и мы просто не могли его отключить вытаски как вот если кто-то смотрел фильм friends вот этот сериал как фиби боролась вот мы точно так же боролись мне не могли батарейки вытаскивали от потолка его отрывали она все равно пищала и пищала на весь дом пока рубильник надо было идти в подвал на телефоне был день и я рубильник вырубала подвале потом что в этот раз заболела я начала работать это была моя первая полная неделя в школе идея конечно уехал и я начала работать и заболела не знаю к видам не к видам потому что у нас тут многие сейчас болеют к видам я не делала тест но дело в том что болеют все практически на работе уходят целыми классными комнатами но учителя не дети вот и все кашляют чихают ну вот и я так при этом я проходила на работу ну к вид это уже не смертельное заболевание да хотя мекс от температуры не было нот заложенность вот это было но я отработала неделю машинка у нас стирать на не стиральная сушильная не поломалась а вылетела ножка у нее ли что там в итоге на вот так вот косо криво стояла мы не могли постирать посушить при этом день я у себя в командировке а за три дня до отъезда у него схватила спина также он вообще не мог загнуться не разогнуться и он не за как он домой доедет вот ночью вот такое у нас вечно случается еще проедем да попробуем через мейн-стрит сейчас покажу как наша мейн-стрит выглядит починили ли ее сами не знаем так мы едем через обычную часть нормальную а потом заедем в этот мейн-стрит потом до сих пор ремонт похоже хотя обещали еще две недели назад вот а у нас сегодня такой план как вы видите у нас жара у нас 30 градусов жары ну под сему на солнце и вообще больше 30 наверно и в принципе у нас такой сентябрь всегда поворачиваешься да надо это поворачивая час смотри парковочные места уже готовы а все стоят на парковку земли уже ну то чтоб знак дорога сделана видишь парковка тоже сделано ну конечно я не знаю не так сейчас вас нет выпадет такая станет обещали открыли обещали открыть завтракать иногда на улице в общем хоть у нас и жарко но осень уже чувствуются уже деревья желтеют такой запах уже иногда осенний и сегодня открылся холинбекс магазин тоже раз показывали вам ездили в него там яблоки продаются делаем делается сидр как ты потянешься за деньгами как ты можешь тянутся за деньгами как ты можешь тянутся за деньгами ну хорошо мы можем на заправку заехать или я возьму в общем делается сидр донатцы вкусные они делают ну просто такой атмосферный магазинчик вот мы хотим туда съездить жорик у нас любитель осени и природы вот этой осени вот ну и выходим почему у меня горло я извиняюсь видно из-за того что кондиционер работает резко сушит и я кашляю но остался в принципе у меня только кашля вот поедем кэш снимем и поедем в этот холинбекс кстати надеюсь кашля плотная сейчас вот метод и о и 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 Первый мороз, всё, и всё сразу Дану спрыгнует Но если будет, то в прошлом году было бы летно Но Лиза сказала, что в этом году самая красивая осень будет в штате Нью-Йорк Сказали, что в штате Нью-Йорк Какая-нибудь туристическая осень Всё, и всё, и всё ещё раз Всё, всё, и всё Всё, всё, и всё Всё, и всё вот мы приехали день вообще со своей спиной мучается может в машину не залезть не вылезти такое происходит у него периодически у меня тоже но у меня больше шея но бывает и спина тоже вот она халин бэкс сайдер мил сегодня первый день сезона посмотрим что тут у них есть яблочки кстати день уже купил один раз магазине и сейчас еще два месяца я но не два но где-то месяц яблок впереди да полтора муж надо было все равно мазать спину сегодня сорт порт лэнд красивая кстати такие прям свежие и выглядят такими хрустящими да но не мокроват покупаем мы не на вес а вот такими пакетами цена за пакет но дороговато там где мы покупаем в андерсон маркетом дешевле 9 долларов этот пакет будет если с горкой то еще 36 цент но красиво кстати сидр будет из вот этих яблок порт лэнд у тебя в прошлый раз мы же видели пастилан пастилан изготавливается Ну, зефиры, пастила, они же банаковые практически. Какие вы хотите? Они их ничем не посыпают? А, нет, есть чип-паудер. Ну, возьмите half dozen, да? Чистят яблоки. Абсолютно свежие, только испеченные. Ну, правда, что у них там есть пудра сахарная, что они не посыпают, я не знаю. А? Они очищаются, видишь, автоматы очищаются. Так я в прошлом году как раз очень внимательно стояла напротив этого аппарата, рассматривала. Всем привет! Сегодня у нас выходной, абсолютно выходной день. Потому что, я не помню, не знаю, не помню, говорила вам или нет, но из Маршалса я не ушла. Я теперь работаю на двух работах. Я работаю в школе и в Маршалсе все еще работаю. Но в Маршалсе я работаю раз в неделю. Ну, раз или два максимум. Ну, потому что я пожалела уходить из Маршалса, мне там нравилось. И, как бы, коллектив хороший и все, поэтому уходить я окончательно не хотела, но очень сильно уменьшила свои часы. Вот. Сегодня мы едем к Юле в гости. Она нас позвала. И впервые мы едем в ее новый дом. Они купили дом. И если она разрешит, я покажу. Дом красивый. Так что, впервые мы тоже будем смотреть, где они сейчас живут. Ну, от нас где-то это полчаса езды будет. Максимум минут сорок. Сейчас мы зайдем в магазин, купим что-нибудь к чаю. Мы купили бутылочку шампанского, мартиниасти любименького. И, в общем, несколько часов проведем, потому что собачки в клетке, а завтра уже на работу. В итоге, получается, я работаю шесть раз в неделю, потому что по субботам я работаю в Маршалсе. И, как бы, один день, конечно, выходной. И куда-то хочется с одной стороны поехать, с другой стороны и поспать хочется. И, в общем, все хочется. Везде хочется успеть. Особенно... Что-то в Пенсибу уж по так подъезд ехать. Особенно, когда погода. У нас сейчас около 30 градусов практически. Очень жарко, очень жарко. И, казалось бы, можно еще даже на пляж ходить. Но уже все пляжи, конечно, закрыты. Но, когда пляжи закрыты... Успеешь, успеешь. Когда пляжи закрыты, в принципе, оказывается, купаться можно. Мы раньше думали, что, когда они закрыты, прям нелегально, нелегально. Но, на самом деле, просто нет этих спасателей. И, как они говорят, купаешься on your own risk. Так, типа, на свой собственный риск. Утонешь в этом болоте по колено, так утонешь, значит. Ну и плюс, я добавлю, если пляж от штата, они тоже не хотят, чтобы вот, типа, кто-то утонул. И поэтому они смотрят на это так, это не очень хорошие цветы купаются. Ну, на самом деле, купаться на самом деле можно. Ну, это не, как сказать, это не нелегально. Вот. Но, ну, не купаемся мы почему-то, не ходим на пляж. Лиза сегодня, кстати, собирается на Second Dem. Лиза со студентами. Студентам вообще все пофиг, они делают то, что хотят. Лиза собирается. Лиза, кстати, тоже нашла работу. Помощник фармацевта в аптеке. Она же у нас химик и продлевать хочет свою карьеру, работу в фармацевтике. Вот. И, видите, у меня сегодня волосы не пушатся, потому что я прям побрызгала с этим специальной штукой, спреем и высушила. Ну, не знаю, пока на улице не влажно, поэтому нормально. И поэтому она нашла работу именно в фармацевтике, чтобы, ну, конечно, это не настоящие, там, никаких исследований не делает, ничего, но, по крайней мере, для ее, там, резюме это будет какой-то плюсик. И тоже она осталась работать в Маршалсе, ну, там, раз в неделю по выходным, когда она будет приезжать. И плюс, Лизмус на трех работах работает. И плюс она, когда приезжает, и у Жорика школа, она в их школе заменяет учителей, если нужно. Вот. Так что все предели. Жора тоже уже хочет работать, но он пока не может, ему 14 лет. Ну, все, сейчас пойдем какой-нибудь, что-нибудь к чаю купим и поедем. Спасибо, Паша, прям поздравляю вас. Голубые ели. А сколько теперь до Итоки ехать? Тут дальше, чем от... Чуть дальше, получается, да, чем от Вестола? Когда я живу в Вестоле, я ездил по поле часа. Сейчас езжу час. А, ну, чуть больше. На мотоцикле я скоро буду заезжать. Будешь так между машинами ездить? Конечно. Ты что? Ну, вот такая красота. С красивым двором. И еще и лес дальше. Да. Еще лес Триакро. Триакро. Ну, вот. Посидели мы в гостях. Видео я сняла дома. Выложу. Отдельное, потому что большое очень получится. Так хорошо. У меня голос до сих пор севший. Все стрекочет, птички, цикады. Это курятник такой интересный у них. Но курочек нет пока. Это, оказывается, оставил бывший хозяин. Это три двери. Это дверь из кухни вот этого зала. Это дверь из постирочной. Это дверь из спальни. Прям можно выйти из спальни с утра, открыть, распахнуть дверь. И любоваться. Красота вообще, конечно. Все. Следующий мы когда-нибудь купим дом тоже. Это гараж. Тоже такой, как домик отдельный. Размером с дом тоже. Хороший дворик. Супер. Дети палатку поставили. Пасеком хожу. Все. Сейчас пойдем домой. К себе. А у нас все в школы предоставляет бесплатного психолога. Если тебе нужно. Ну, сотрудникам. Да. Ты пойдешь на проблемы с вами? Мне тоже. Ну, психолог же, он же не должен. У меня есть, да. Да, он же не должен, как бы, твои проблемы. Тяжело. Тяжело. Это или что, знаете, какие-то это звонишь ко мне? Есть. Вообще звонить можно. Там есть горячий день, есть. Охренеть. Они все ходят третий. Это хорошо, что он с этим все включает. Ну, да, да. А причем она сказала, это все предоставляется через мою бывшую работу. Ну, что-то на бывшей работе, я не помню, чтобы нам это предлагали. Вот. А ты закрыла, да? Слушай, правда, воздух идет свежий. Да. Носквозь. Еще вообще можно было бы сиропу подкрывать, а не у нас дверь. А там же двери тоже сиропные. И поэтому я буду насквозь. А, ну да. Все, потом ехать. Да. Лесок спасает вас. Вот если бы было поле, было бы душновато. А это, помните? Это не маленькая мокрица? Ну, я сдохнусь. За что я плачу? Я же еще это застраховался. За что можно? Жизнью свою застраховался с этих сторон. Ну. На всякий случай. Поэтому сколько мы доплачиваем до месяца. Ой, ну хорошо у вас, надо ехать. Там собачки. У нас тоже две такие.